саляму алейкум арахмату логику ракету с вами мали и сегодня у нас с вами очередной урок не забывайте подписываться задавать вопросы комментировать распространять многие знания мы с вами на прошлом уроке говорили о том как строить как спрягать глагол прошедшего времени для лиц единственном числе сегодня примеры которые у нас будут встречаться тоже связаны с темой предыдущего урока перейдем к словам и к объяснению у нас слова китай китай бы эта книга китай бы здесь обратите внимание стоит сад хай и почему я вам скажу позже китай бы мы видим здесь буква тасс алифом для то есть долгих показывает как-то пишется с долгим до китай бы эта книга предложение пора туки тоже не забывайте повторять чтобы отрабатывать произношение и чтобы вам было легко и читать и произносить пара а глагол ора а три буквы да у нас коренные это читать и он читал здесь мы видим как строится этот глагол с окончанием ту которая говорит о том что я читал или я прочитал ара ту то есть у нас здесь суккун появился ара ту китаба китаба ара ту китаба и затем аль-хадифи хадис на это как бы известно хадисы то есть это будет переводиться как книгу хадисов или книгу по хадисам ара ту китаба аль-хадифи то есть я читал книгу хадисов обратите внимание что слово китаба стоит сфатхой потому что это прямое дополнение то есть когда у нас глагол требует прямое дополнение то есть то на что падает действие глагол а в данном случае на книгу то есть я читал и читала что книгу это слово как правило но не всегда в своем как бы в основе будет как правило иметь фатху некоторых случаях не вот этот падеж будет выражаться по-другому но про это будем еще говорить позже иншааллах а сейчас запоминайте что кита да да то есть показывает это так называемый винительный падеж будет у нас показывать то есть мы не говорим аппарат у китабу книгу книга говорим я читал книгу здесь вот это будет фатха показывать нам что действие падает на данный предмет то есть я читал книгу хадисов глагол ара и вы можете поменять распрягать в тех формах которые мы с вами на прошлом уроке разбирали переходим ко второму примеру тина тина сам сама основа или само слово это тин но здесь она тоже приходит стан веном как здесь там вентин это инжир инжир и после буквы то мы видим долгий я таска сра и после нее я супу нам это будет долгий т тина тина обратите внимание что этот танвин если мы будем читать огласовки будет читаться она но по правилам остановки мы обычно останавливаемся на суккун так вот если в других словах где у нас там вену бы остановились на суккун например как выше аль-хадис и аль-хадис то в этом примере у нас будет тянуться алиф на при продолжении алиф не читается при остановке мы его будем читать тина это вот особенности такие если у нас в конце танвин фото в таких словах и посмотрим что же здесь за предложение а кальту тина кальту тина а каля это кушать то есть я съел инжир я съел да потому что ту в конце если вы хотите сказать ты съел а кальта тина если ты съела а кальти тина если он съел а кальт тина если она а кальт тина вы можете со всеми предложениями которые были ранее потренироваться таким образом изменяя чтобы утвердить вот это правило да и зафиксировать уже на практике то есть а кальту тина я ел инжир я съел инжир значит глагол а каля тоже мы видим три буквы 1 из которых будет рамзи переходим к третьему примеру тоже у нас с таким окончанием за и ту на за и ту это оливки и олив олива за и ту на ту здесь долгий то славу так назван монет буквой то его усуку нам бы это будет долгий ту за и ту на и глагол здесь интересный интересный тем что он немного отличается от предыдущих отличается чем что в нем больше буквы если вы увидите да и штаро глагол и штаро в основе я сейчас зачитаю и мы вернемся к этому основе и штаро и ту за и ту на и штаро и ту за и ту на и штаро это покупать то есть мы видим ту это будет я купил оливу я у купила ли вы теперь если мы посмотрим на этот глагол то мы видим здесь больше букв чем 3 чем выше глаголы которые мы упоминали на прошлом уроке на самом деле здесь глагол такой особенный потому что в его окончании мы видим алиф максура который имеет форму я без точек и при продолжении то есть при присоединении ту или вот этих окончаний которые мы учили на прошлом уроке с вами и построение глаголов прошедшем времени с другими местоимениями ту-та-ти у нас будет это буква алиф меняться на я как здесь мы видим и что рай ту так не штаро ту и штаро и ту плюс здесь впереди хамзатальосы которая при начинании будет считаться с косрой и только при начинании вот значит и штаро и ту за и ту на а я купил оливки то есть опять мы видим как и в предыдущих предложениях здесь у нас действие падала на книгу я купил что книгу я съел что инжир я купил что оливу то есть мы видим что вот эти слова на на что падало действия у нас станки нам фото или просто с фактой там уже еще задействованы другие правила то есть в основе они будут иметь насып от и называется такой падеж нас и так еще раз прочитаю предложение и вы их запомните пора ту кита боли ходить и а кальту тинан и штаро и ту за и туда или за и ту на очень важный момент который я бы хотела вам еще дополнить на этом уроке по поводу чтения когда мы читаем обратите внимание что он за телес он вот в первом примере она не читается то есть если бы я началась с нее в последнем примере мы читаем согласовка это обычно хатха если бы это был артикль или может быть другая гласовка как мы видим здесь в примере это касса потому что это не артикль это глагол и здесь другие уже правила и в слитном чтении мы плавно переходим с последней буквы предыдущего слова на букву лям так как здесь на что лунная буква если у нас бы была солнечная буква то мы бы читали и удвоенные начала еще про это будем говорить в теме лунных и солнечных букв и возможно вы уже смотрели урок который недавно вышел у меня тоже по этой теме когда мы разбирали суру аль-фатиха здесь смотрите как мы читаем китаб аль-хадихи никитаб аль-хадихи китаб аль-хадихи поэтому плавно переходим не нужно разделять их и ваше чтение иншалла будет плавная и спокойная это все что сегодня мы с вами иншалла разберем баракаллаху фейкум подписывайтесь делитесь комментируйте распространяйте знания и встретимся с вами иншаллах на следующем уроке ассаляму алейкум ва рахматуллахи оба ракет